Всем привет, друзья! В этом выпуске мы снова подобрали для вас пару топовых новостей из Германии, в которых нет политики. Судя по вашим комментариям предыдущих выпусков, вам очень нравится такой формат. С вас, как всегда, лайк, а мы начинаем! Во Франкфурте сумасшедший аргентинец с ножом нападал на прохожих и был застрелен полицией. В Франкфурте на Майне полицейские застрелили мужчину в результате конфликта с несколькими людьми. В пресс-релизе полиции, опубликованном сегодня, в среду, приводятся первые подробности событий предыдущего дня. Как сообщили в среду днем прокуратура Франкфурта на Майне и Гесенское земельное управление уголовного розыска, расположенное в Висбадене. Первый экстренный вызов поступил в соответствующий диспетчерский центр около 17 часов 30 минут. Сотрудникам сообщили, что мужчина, который, как выяснилось позже, является 40-летним гражданином Аргентины и Испании, напал сразу на нескольких человек и был вооружен ножом. Две женщины, 31 и 33 лет, подвергшиеся случайному нападению в районах Бромерхов и Дайхернуфер района Заксенхаузен, при первой же возможности убежали в сторону отеля. Старшая из них ранее была ранена, у нее были порезы на лице и шее. Когда прибыли сотрудники службы спасения, трое из них, как говорят, применили табельное оружие. О том, предшествовало ли этому нападение со стороны мужчины, который, вероятно, страдает психическими расстройствами и живет в доме престарелых, не сообщается. В результате выстрелов он получил серьезное ранение в верхнюю часть тела и вскоре скончался в больнице, несмотря на оказание первой помощи. Как выяснилось позже, 21-летний мужчина также был ранен так называемым рикошетом, и ему пришлось лечиться в больнице. Тем временем в отношении офицеров было начато расследование для выяснения точного хода событий. Вскрытие для выяснения причины смерти назначено на сегодня, в среду. Следственные органы пока воздерживаются от дальнейшей информации. В Германии задержан гражданин Белоруссии, который нелегально провозил сирийских беженцев. Этот контрабандист, очевидно, использовал любые средства, чтобы скрыться от полиции. Ситроен, не сбавляя скорости, пронесся во вторник контрольно-пропускному пункту федеральной полиции в районе Митинвальда на границе Германии и Австрии. Об этом власти сообщили в среду, 31 января. Мужчина за рулем автомобиля, с поиской регистрацией, проигнорировал сигналы офицера остановиться и проехал мимо него, совершив маневр уклонения, в результате чего машина пошла в занос. Находившиеся в машине незаконно везенные мигранты опасались за свою жизнь. Полицейские немедленно отправились за ним в погон, примерно через полкилометра водитель затормозил и врезался в обочину. Офицеру удалось догнать контрабандиста, однако перед тем, как поймать его, он с близкого расстояния распылил перцовый баллончик в глаза полицейскому. Последовавшие за ним сотрудники федеральной полиции, в конце концов, смогли арестовать 21-летнего белоруса. Офицер, пострадавший от перцового баллончика, был доставлен в клинику. В машине находились трое сирийцев в возрасте 18, 23 и 28 лет. Они заявили, что за контрабанду из Сирии в Германию они заплатили в общей сложности около 15 тысяч евро за человека. Трое мужчин были доставлены в Центр приема беженцев в Мюнхене. Федеральное полицейское управление в Розенхайме ведет расследование в отношении белорусского водителя, у которого была польская виза на предмет незаконного ввоза иностранцев. Нападение на сотрудников правоохранительных органов и оказание им сопротивления, а также нанесение тяжких телесных повреждений. Сейчас 21-летний водитель находится под стражей в тюрьме Мюнхен-Штедельхайм. Поскольку их поместили в лагерь для беженцев, судя по всему, сирийцы все-таки достигли своей цели. Следующая история с африканским беженцем. Это просто готовый сюжет для голливудского фильма, и название того фильма было бы «Африканский мастер Вуду». Ставим лайк и начинаем просмотр. Это одно из самых странных дел в криминальной истории Саксонии. Африканец, живший в Лейпциге, пробовал себя в роли мастера Вуду. Я бы даже сказала, что это был его дар, он убеждал доверчивых людей. Что может приумножить их деньги с помощью секретного магического коктейля и заклинаний? Но он попался не на ту удочку и стал жертвой похищения, как в кино. Румпельштильцхен умел прячь золото из соломы, а все, к чему прикасался царь Мидас, превращалось в золото. Стали ли сказки братьев Гримм или мифические предания, источником вдохновения для 30-летнего горя-мага, остается его тайной. Как бы то ни было, человек из Камеруна утверждает, что может создавать деньги из белой бумаги. Помимо секретного химического коктейля и заклинаний, все, что ему было нужно для магии Вуду, это настоящие деньги. Их-то и собирал он с доверчивых жертв. В данном конкретном случае, это была семья родом из Сирии, проживающая в Магдебурге, которая подалась на ленивые чары и передала магу 15 тысяч евро. Было решено, что Лайнил, так звали его, превратит эту сумму в несколько раз и за вычетом соответствующей магической комиссии. Передаст увеличенную наличность с 10 января в 12 часов дня в элегантном магдебургском отеле «Маритим». Однако, как и ожидалось, сирийцы напрасно ждали своего мага Вуду и обещанного выигрыша. То, что звучит почти невероятно, известно в немецкой полиции, как мошенничество «Мойка-мойка». О нем знают и в Управлении уголовного розыска земли Саксония, но, по их данным, здесь это явление встречается реже, чем в западных землях Германии. До сих пор, в качестве подозреваемых, почти всегда фигурировали мужчины из Западной Африки. Однако, в последнем случае он связался не с теми людьми. Семейному клану из Алеппо удалось разыскать Лайонелла в Лейпциге. По данным полицейского расследования, сирийцы прибыли туда ночью 10 января и похитили умельца из его квартиры. Жильцы позже рассказали полиции о похищении, похожем на фильм, в котором преступники были в масках и стреляли из пистолета. Поскольку денег в доме не оказалось, похитители увезли африканца в Магдебург, там над ним надругались, а затем заставили позвонить дяде, жившему во Франции, чтобы вернуть свои 15 тысяч евро. Однако, поскольку мужчина находился в Камеруне, план выкупа не был реализован. Так что изрядно потрепанного водуиста засунули обратно в машину и повезли в Лейпциг. Судя по всему, они хотели снова перевернуть его квартиру вверх дном в поисках своих денег. Однако, сирийцы не знали, что получив информацию от очевидцев похищения, полиция вела наблюдение за домом. Когда 12 января похитители прибыли туда заложником, их настигли спецназовцы. Теперь глава семейного клана, 48-летний Джамаль, два его сына и два помощника предстанут перед окружным судом Лейпцига сегодня, в четверг, 1 февраля. Первоначальные жертвы ленивого заклинания вуду обвиняются в захвате заложников, вымогательстве, похищении людей и нанесении тяжких телесных повреждений. Также и мастер, достигший совершенства вуду, находится под следствием по обвинению в мошенничестве. Да, друзья, и прям как в голливудском кино, а на этом веселом случае мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Как вам, друзья, такой формат новостей? Напишите в комментариях, поставьте лайк. Этим самым вы мотивируете нас к дальнейшей работе. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok